Здравствуйте, Андрей Андреевич, я начинающий ученица первой ступени Жанна. Скажите, как можно быстро добиться материального благополучия и возможно ли это в короткие сроки? Вы знаете, я бы начал, наверное, не с этого. Вот смотрите, чем отличаются вообще люди, которые занимаются эзотерикой, и люди, которые не занимаются эзотерикой? Человек, который не занимается эзотерикой, это человек, который живет, в принципе, по принципу плюса. То есть он живет по принципу, если ты попал в очередь, то нужно растолкать всех руками. То есть это быть более агрессивным, более целеустремленным, более направленным. Этому учат определенные коучеры. То есть это люди, которые говорят о том, что возьми себя в руки, двигайся быстрее, добивайся всего. Это тайм-менеджментом и так далее. Это намерение, это желание куда-то двигаться, это построение цели и построение задач. То есть это фактически заставляет человека, несмотря ни на что, двигаться вперед, сражаться, добиваться и так далее. Так живет большинство. Люди, которые не знают эзотерику, они живут именно так. То есть если обычный человек, не эзотерик, и обычный человек, который ни к чему не стремится, попадает в очередь, он ждет. Если у человека, ну я условно говорю, риторически, а в случае, если человек занимается работой над собой, допустим, у него есть какие-то намерения, он ставит задачи, он стремится к этим задачам, добивается их, бесстрашно идет вперед. То он, попадая в очередь, идет нагло, распихивает вокруг себя людей, переступает через спины, заставляет их бориться. Обычно это выглядит так. Он домой приходит, не может отпустить телефон, ему нужно работать, он старается очень сильно. У этого человека будет успех, однозначно. Он его пупком поднимет, знаете, он его пупком поднимет вот такой бизнес. То есть он будет его продавливать, он как бульдозер будет идти, мне искренне жаль таких людей, я не такой. И я не такой, я живу как эзотерик. А что значит эзотерика? А эзотерика, по моему мнению, волшебство, о котором я буду говорить, заключается в том, что те люди, которые занимаются эзотерикой, они живут по принципу инской энергии, которая притягивает. Каким образом они притягивают? Смотрите, человек идет и у него очередь, а человек, который живет по принципу инской энергии, он приходит и он в очереди не попадает. То есть если я куда-то иду, везде все открыто. В случае, если я собираюсь что-то купить, мне нравится, оно всегда есть в наличии. То есть мне, из-за того, что я живу в инской энергии, мне не приходится сражаться с этим миром. Он мне дает просто так. А с чем связана инская энергия и с чем связана янская энергия? Инская энергия, она обычно связана с работой с собой, с духовным миром. Это элементы обожания семьи, элементы чувствования мира как чего-то прекрасного, веры того, что в жизни будет все хорошо. Вот эти вот компоненты создают в человеке инскую энергию. То есть тогда везет. А обычный человек, ему нужно сражаться. Он будет все время говорить, мне не везет, мне не везет. Ну и несколько слов о том, можно ли быстро стать богатым. Можно. Какие есть основные концепции того, как человеку можно стать богатым? Первое. Человеку нужно перестать бояться. Потому что очень часто любое предприятие, предпринимательство требует от человека возможности прыгать вперед с распростертыми руками и, конечно же, рисковать. Второе. Ну, конечно, здравый рассудок и знания. Вы должны знать и быть подготовлены тем, чем вам придется зарабатывать и насколько вы готовы эксплуатировать других людей. Третье, наверное, по моему мнению, это желание коммуницировать и желание иметь много друзей. Я считаю это очень важно. Я вообще хочу вам сказать, что женщины-одиночки, женщины, вот сегодня женщина одна мне в инстаграме писала, я проводил утром трансляцию и говорю, ну, меня бросили, муж умер, вернее, я осталась на съемном жилье, мне некуда деваться, что мне делать? У меня ни денег нету, ничего. Я ей пишу, послушайте, едьте к родителям своим, едьте куда-нибудь. Она мне пишет сообщение, причем не один раз, а несколько. Она пишет, нет, у меня родители, я сама из детдома. И я ей сразу же задаю вопрос, уважаемая госпожа там какая-то, скажите, и у вас нет денег на сегодняшний день, я вас правильно понял, да? Вам негде жить, да? Тогда какого вы сидите в инстаграме? Зачем вы сидите в инстаграме? Он что, вас накормит этот инстаграм? Он вам даст есть? Тогда вам необходимо искать работу. Если работа, ну, если обращать внимание на то, что нравится и то, что кормит, всегда то, что нравится, будет давать меньше денег, чем то, что кормит. Именно поэтому ей нужно устроиться нянькой, устроиться на какую-нибудь работу, там, подметать, стирать, убирать, прачкой, я не знаю, швеей или еще чем-то. И вот на эти деньги, возможно, взять даже вперед, может быть, устраиваться на несколько работ, начинать работать. А для того, чтобы прожить 2-3 месяца, собрать все свои вещи и постараться их на улице продать. И это одна из особенностей, не сидеть в интернете. Дело в том, что большинство людей, которые на сегодняшний день говорят, у меня ничего не получается, ничего не могу, ничего не выходит, это люди, которые сидят дома. Они ничего не хотят. Они, конечно же, хотят, потому что есть там Джон Кеха, ставь свои там задачи и так далее. Но они не говорят, что нужно коммуницировать. Даже находясь дома, вы должны обязательно общаться не с одной подругой, которая точно такая же, как вы, а найти тысячу подруг. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Когда-то разговаривал с Аллой Борисовной Пугачевой, мне можете не поверить, и когда-то я ей задал вопрос. Это было очень давно, я был в Москве. Жил в Москве и проводил семинары по космогонике, такие вот были семинары. И проводя такие семинары, меня познакомили с Аллой Борисовной Пугачевой. Она на то время жила еще с Филиппом Бедросовичем Киркоровым. И вот мне было очень интересно, как-то получилось так, что можно было с ней пообщаться. Я говорю, мне не хотелось бы надоедать, я ничего не хочу, я ваш искренний поклонник, мне нравятся ваши песни, миллион алых роз и так далее. И я, конечно, искренне обожаю вас, как знаменитую артистку, ничего плохого к вам не имею. И как ваш поклонник, хотел бы у вас спросить только один вопрос, если вы не возражаете, на него мне ответить. Она говорит, ну что ты хочешь? Я говорю, вы знаете, мне бы хотелось узнать, сколько у вас друзей. Она говорит, вы даже не представляете, я знаю всех. Моими друзьями являются все депутаты, моими друзьями являются все музыканты, моими друзьями являются все бандиты в Москве, моими друзьями являются все. Вы знаете, в чем особенность этой женщины? Она очень коммуникабельный человек и она очень активно заводит дружбу, как настоящий человек, который добился популярности. Особенность популярных людей заключается в том, что в самом начале они умудряются обзаводиться огромным количеством друзей. А человек, который пытается заниматься бизнесом и говорит, как же мне заработать много денег. Я хочу сказать, начинайте с того, чтобы у вас было огромное количество друзей. Пусть они будут у вас где угодно, общайтесь с ними, предлагайте им что-нибудь, ищите, спрашивайте, как у них получается. Но делайте так, чтобы их было много. Становитесь коммуникабельными. Коммуникация, знание, обучение тому, чем вы собираетесь заниматься, в итоге приведет вас к огромному количеству денег. Сидя дома, как премудрый пескарь, зная обо всем и все, вы никогда не заработаете денег. Потому что необходимо выходить из вот этой точки комфорта. Как у Джона Кехать почему-то сегодня о нем начал говорить. Вот он все время говорит такие слова. Я сегодня даже пытался найти вот эти слова, знаете, в инстаграме. И даже нашел, но сейчас не буду искать, потому что вопросов много. Ну где-то так у него. Самое важное это захотеть этого. Самое важное это визуализировать. А вы знаете, что он не прав. Что если визуализировать что-либо и говорить, да, это у меня есть, то это является фактическим самообманом. И вот такие медитации, когда люди говорят, я богатый, у меня все есть, мир дает мне бесконечные деньги. Зачем вы себе врете? Ведь это ложь. Никакие деньги к вам не приходят, мир вам ничего не дает. А по моему мнению, любая ложь, которую внушает себе человек, приводит его к депрессии. Это я очень часто вижу. Очень часто вижу. Какие самые простые методы привлечения в жизнь денег? Самый простой метод связан с ментальной энергией. Смотрите, ментальная энергия это белая энергия, астральная энергия это красная энергия, божественная энергия черного цвета. Смотрите, ментальная энергия, ею можно что-либо как бы создать, привизуализировать. Каким образом это можно делать? Могу дать вам совет. Самый простой метод привлечь в жизнь материальное благополучие в большом количестве. Берете, ставите руку. Вот таким образом вы представляете, будто сначала в руке появляется яркое белое свечение. После чего представляете, будто это яркое белое свечение, а в нем прозрачные 100-долларовые купюры в виде вот такой пачки. Допустим, 40-50 тысяч. При этом говорите, скоро у меня это появится, трясете и хохотите. Это самый простой метод привлечения в жизнь материального благополучия. При этом слово скоро является элементом, который запускает это все. Не работают методы, когда человек визуализирует что-то. Нету людей, которые разбогатели по поводу того, что они там визуализировали, говорили скоро, а говорили вернее, я богатая, красивая, я умная, мир мне дает. Нету таких людей. Брехня это все. Это все полная профанация и полная редиска. То есть это все полная ерунда. Говорю вам этот человек, который занимается эзотерикой очень давно. Не работают эти методы. Я тоже в свое время это делал, но это было еще 20 лет назад. И это все нефункционально было. Конечно же, это сейчас услышит кто-то, кто полжизни этим занимается. Но я хочу вам сказать. Без усилий, без труда я смог стать богатым человеком. А те люди, которые это читают, они без усилий, без труда не смогли стать богатыми людьми. Конец, в общем-то.